Многих президентов США сравнивали по развитию экономики во время их президентства, по реформам здравоохранения, по финансовым показателям. Но вот Обаму и Трампа смело сравнивают по их страничкам в Твиттере. Экс-президенты, нынешний хозяин Белого дома, настоящие фанаты активной жизни в сети. И неустанно это доказывают. Например, на сайте, который занимается отслеживанием активности пользователей, обнаружился следующий факт. Твит Барака Обамы стал самым популярным за всю историю существования Твиттера. Экс-президент процитировал южноафриканского государственного и политического деятеля Налисона Манделлу после столкновения в Шарлотт-Свилле. Следует немного пролить свет на это событие. 12 августа сотни расистов вышли на митинг в Шарлотт-Свилле. Таким образом, показывая свое негодование решению властей оставить памятник генералу войск конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников, во время которых погибла женщина. Давайте все-таки взглянем на цитату, принесшую новую популярность Обаме. Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность. Невероятно, но факт! Запись набрала более 2 миллионов 700 тысяч лайков. Твиттер Трампа пошел еще дальше, ведь в честь него выпустили книгу. Сборник трамповых твитов уже доступен в продаже. Вдобавок он привлекает покупателей карикатурами известного иллюстратора Шинана Уиллера. Всего в книгу с красноречивым названием «Вся президентская ерунда» и иллюстрированные твиты Дональда Джона Трампа вошло около 140 карикатур. Стоит обратить внимание и на прекрасную аннотацию. Цитирую. У президента Франклина Рузвельта было радио, президента Джона Кеннеди – телевидение, а у президента Донда Трампа есть твиттер. Художнику проблемы ни к чему, поэтому журналистам он сразу и сказал, что Трампа высмеивать и не думал – это все искусство. Автор восьмидолларового сборника уверен, что твиты американского президента позволяют раскрыть и понять особенности его характера, который многие считают непредсказуемым. Давайте отвлечемся от твиттерских сражений и поговорим о серьезном. Например, об отношениях Великобритании с Ирландией после Брекзита. Исходя из последних заявлений Лондона, страна не собирается после выхода из ЕС возвращаться к жестким границам с Ирландией. Более того, власти утверждают, что вообще хотят избежать какой-либо физической пограничной инфраструктуры между Ирландией и Северной Ирландией. А все благодаря новым таможенным договоренностям с ЕС. Министры раструбили всем своим местным СМИ, что, мол, будет абсолютно прозрачная граница между Ирландией и Северной Ирландией, а торговцев вообще освободят от каких-либо проверок. Выполнят ли свое обещание подданные Елизаветы II, мы узнаем только в 2019 году, когда Великобритания окончательно покинет списки стран-членов участников Евросоюза. И, естественно, вы об этом узнаете первыми. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok